доброго времени суток дорогие друзья и уважаемые подписчики в этом видео я хочу рассказать про про ошибки которые совершаете при установке модулей с класса или любого другого 3 с класса вместе как работали так и работают просто о вашей маленькой спешке возможно вы не замечаете что у вас уже есть какой-то другой модуль может даже ниже класса этого же назначения и когда вы вставляете третье скажем у вас есть два с класса например на расщепитель и вы хотите поставить еще один с класс и у вас появляется перегрузка и вот по этой части по этой теме мы сегодня поговорим не только по мультитулу но и по кораблям звездолетом такие как гипер двигателя ну и любые другие модули с помощью которые идут также классом с и и еще в этом же видео я хочу рассказать вам как я наконец благодаря другу егору нашел себе еще один звездолет тоже с класса это у меня вот этот красавчик красного цвета красно-серебряный серебристым такой вот очень редкая модель поэтому долго я его искал наконец-то найдя его у меня все получилось и как это произошло вы увидите чуть 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 попозже там вот мой грузовой тоже новенький ну что приступаем сегодня хочу посвятить эту серию многим вопросам потому как у кого-то три модуля одного класса получается они уставляют и перегруз или же в мультитул точно так же сейчас я хочу вам наглядно показать что происходит если вы проморгали и у вас стоит не с скажем класса какой-нибудь другой там в или а класс и так вот вот наконец этот красавчик с класса мульситул винтовка которая нашлась вот здесь неподалеку лежала и на этом примере я хочу сейчас показать что будет и что вообще из этого выход взберем все что у нас здесь есть потому что ресурсы нам нужны без этого никак зачем и стабильная плазма и технологический модуль технологический модуль угрожатый углерод ферритовая пыль хром металл хром металл технологический модуль 50 на магничных феррита но и все по моему так вот я разобрал свой мультитул котором все это время ходил там без никаких улучшений он у меня был но только расщепитель остался цена то же самое осталось то есть все вот эти навороты ничего не стоит итак давайте возьмем здесь видно что 50 15 процентов на сканер 19 процентов на урон бафы идут и вот у меня был 20 ячеек теперь будем иметь 24 готово вот он красавчик такой вот такого вид вида касание гармонии даже вот можно сейчас открыть потенциальный урон и зона сканирования то есть сейчас будем смотреть по этим частям так расщепитель так сканер тоже рядом но в принципе вот сейчас наверно вот так вот и поставим на сканер и все остальное также так вот здесь будет на расщепитель боевой прицел да хочу показать что вот у меня грузовой новый был куплен конечно б класса но зато 27 ячеек прикольно такой вот в такой вариации и так не мой так вот они у нас все модули которые мы будем вставлять по очередности и смотреть так но сначала так расщепитель сначала будет сканер у нас идти да сначала сканер вот сюда поставим и потом уже все по порядку сюда так что у нас там зона сканирования 309 продолжаем так 309.5 478.8 сканирование нам дают много преимуществ так 478.8 и 688.7 это еще с плюсом 15 процентов но это не максималка у меня даже просто в б но у него чисто на скан было около 40 40 процентов то есть и это доходило аж до 800 показатель так сейчас посмотрим что у нас здесь еще есть в принципе вот сюда тоже его сейчас т-3 циркулятор волн поставим его то 800 81.4 вот она как действует вроде бы ничего а прирост значимы то есть все в четыре штуки мы вогнали теперь здесь будет у нас расщепитель так пока я вам ничего показать не могу так как у меня так модули защиты чего хочу сказать если у вас находится какой-нибудь другой модуль не с класса а вот в этом или а или с но он влияет за например за анализирующий визор вот они скобках идут что это анализирующий визор и у вас он где-то стоит но вы его не заметили и пытаетесь вставить модуль с класса то есть он у вас получается 4 то у вас будет перегрузка системы и поэтому вам надо будет найти этот модуль который стоит у вас или плохой или же тоже с но вы его как-то воткнули может поспешки может еще куда-нибудь но в другое место чуть подальше то есть вот так это и работает с период давайте расщепителем займемся так но по добыче у нас здесь 0 стоит очень плохо конечно но и показания тоже вот на добычу здесь нету есть потенциальный урон просто но их мы будем можно бластером и все выкручивать поэтому как-то нет ничего не изменится так следующий расщепитель и вот старайтесь ставить их вот видите у меня просто здесь сейчас так получилось что они вот прям удачного анализирующий визор сканер и вот прям ячейки все поднес и вошли также у меня есть расщепитель сейчас все замечательно так следующий на него цена поставлю сюда немножко вниз спущу так вот они даже по цвету отличаются то есть сканирующие у нас белого белой окантовки расщепителя зеленый так может здесь что еще улучшить но в принципе можно вот продвинуть расщепитель сюда еще поставить как бы будет улучшать нам очень хорошо так герметик нужен герметик сможем сделать сейчас нет ли да вот он есть герметик и теперь все очень просто скорость добычи но и включает характеристиках продвинутого расщепителя вот готова у нас теперь тоже как бы три с класса и плюс дополнительная уже из предустановленных технологий так дальше что дальше у нас идет плазма бластер так кристалл супела супер оксида сможем не сможем его сейчас собрать есть все есть у нас все замечательно так же вот смотрим что будет и вот у нас плазма бластер подряд так 532.5 не увеличивает потенциальный урон ладно да наверное он на него не реагирует потому что реагирует на него у нас плазма мед так но это неважно самое главное мы знаем что он работает и очень даже успешно так вот теперь я вам хочу показать вот смотрите у меня стоят здесь три плазма бластера которые совокупе с модификации модулем с технологией работают как но вы знаете что это гранаты очень большого урона так придется у нас разобрать так ионизатор ствола интересно разберется вот это не надо вот это нам не надо так сюда мы сейчас поставим ионизатор ствола вот у нас подсвечивается уже другой и здесь мы тогда сейчас плазма мед и сейчас должно у нас увеличится потенциальный урон 532 558 так сюда мы сейчас боевой прицел поставим потому что но все равно интересно с ним но в принципе и всю личное силовое поле как бы я им даже и не пользуюсь потому что смысла в нем как такового нет этого тоже у меня был найден такой вот звездолет не стал заморачиваться всего лишь а класса но зато с большими большим количеством ячеек 46 плюс 8 он просто мне как он дополнительные слоты действует а еще у нас б-класс путешественник я хочу теперь вам показать так столб так боевой прицел как у нас теперь расщепитель ну-ка прям еще и работает так ландшафтный плазмомет и расщепитель все замечательно я хочу показать вам сейчас на своем путешественнике потому что как-то в нем больше все есть вот смотрите у меня здесь стоит вот три гипер двигателя уже здесь стоят здесь у меня тоже вот три гипер двигателя и просто поставил циклотронную баллисту то что очень хорошо на справляется с астероидами где можно нормально так собирать лутать и теперь давайте посмотрим вот у меня есть модуль защиты звездолета модуль гипер двигателя и и это все с класс и просто гипер двигатель c сейчас вот просто хочу вам показать что будет если например но вот давайте вот защиты также за к это у нас это у нас третьем флакаст 3 отражающий щит которого мне не хватало поглощение урона у меня увеличилась но у меня только три щита стоят теперь уже стоят три щита так ну и вот теперь будем смотреть по гипер двигателю вот если например неважно там у вас c стоит или с стоит но у вас уже стоят три модуля одного вида и вы пытаетесь не разглядев что у вас там где-то два хороших стоит с класса и один где-то потерялся вот такого c и вы пытаетесь вот на моем примере будем считать что это у вас с класс и и вы пытаетесь его поставить что будет происходить вот идет перегрузка технология перегружена и все ваши показатели показатели гипер двигателя слетели то есть вот сейчас у нас дальность 1227 что нам надо будет делать чтобы они снова стали в строй то есть это удалить что-нибудь одно как только вы удаляете сразу все будет нормально давайте вот посмотрим что вот например мы удаляем 1227 у нас дальность прыжка мы удаляем ненужный нам модуль и оба все на месте 2000 2048 было 1000 но также происходит и в обратную сторону то есть вот у меня есть гипер двигатель мы его также вставляем то есть у нас вот опять дальность 2048 мы пытаемся его ставить и увидев что у нас вот уже есть там c а любой другой модуль класса этого же этого же модуля этого же показания то есть по гипер двигателю скажем но он работает везде и в щитах он работает также и вот у нас опять идет перегруз технологии нашей который опять нужно будет убрать одну нам мешающую технологический модуль давайте выбираем смотрим что у нас 1227 2293 вот так это вот работает и это работает со всеми модулями абсолютно независимо это у вас стандартным инвентарь или же у вас в технологический вот здесь вот я нибудь у меня вот здесь и класса s плюс само оружие то есть оружие или же как мы говорим вот инструмент и все остальное его просто улучшает то есть укрепляет его как вот и расщепитель вот например расщепитель и улучшение этого расщепителя ровно как и сканер вот у нас есть сканер и это просто улучшающие модификации его вот такие вот дела друзья то есть будьте внимательны при установке много много вопросов приходит по этому поводу что вот я мол все делаю как у тебя вставляю все в ряд но идет перегруз системы смотрите внимательно и все будет хорошо и правильно на этом дорогие друзья с вами прощаюсь до новых встреч я вам сейчас покажу свои с класса вот они вот у меня тягач с 31 плюс 4 мало ячеек ну и филин стальные яйца а почему так назвал мы скором времени это узнаем тоже с класс 48 плюс 8 заходите на канал подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии всем спасибо всем пока пока